В странах Ближнего Востока скромность является моральной нормой, если не законом. На улицах Тегерана часто можно встретить женщин в хиджабах, а по иранским законам женская жизнь стоит в два раза меньше, чем мужская. Многие говорят, что в регионе царит гендерный апартеид. И некоторым женщинам это надоело. В конце прошлого года 20-летняя блогерша из Египта Алия Магда Эль Махди вызвала шквал критики, когда выложила онлайн свои обнаженные фото, подписавшись настоящим именем. Она действовала в знак протеста против притеснения женщин в мусульманских странах. На ее запись отреагировали египтяне, которые были возмущены непристойным поведением. Блогерши-феминистки опасались за ее безопасность. Группа феминисток выпустила календарь в поддержку Эль Махди. Для календаря, приуроченного к Международному женскому дню, были использованы обнаженные фото писательниц и активисток из разных стран мира. Они говорят, что обнажая свою кожу, они нарушают правила ислама и правого экстремизма. После выпуска календаря группа иранцев в изгнании выложила на YouTube видео, в котором они позируют обнаженными в знак протеста против притеснения по половому признаку. Даже в Иране календарь вызвал значительный резонанс. Члены партии «Хекматист» – мужчины и женщины – снялись обнаженными, прикрыв лица плакатами со слоганами вроде «Нет хиджабу» и «Нет гендерной дискриминации». Если их имена станут известными, их могут казнить. Не все феминистки поддержали идею создания календаря. В Иране активистка Азар Маджиди раскритиковала календарь, заявив, что он ничем не лучше, чем таблоиды, которые используют чужую наготу для получения прибыли. Несмотря на то, что их методы могут показаться нестандартными, обнаженные активисты привлекли внимание мировой общественности к борьбе за право женщин в мусульманских обществах.